ну что привет ребята вы меня просили записать обзор на мою ласточка мы и сын улька помыли он у меня сейчас оператор вот и да хочу немножко показать рассказать про мою машину много еще сам ничего не знаю давно мечтал о такой тачке ну и вот пришло время мне ее купить здесь уже в канаде череда давайте я вам покажу что за машина ну и расскажу покажу все недостатки покажу честно в каком она состоянии и а вам уже решать нормальную дворе нормальный вариант взял или нет что будем снимать обзор будем снимать буду вам показывать и что знаю рассказывать сначала давайте обойдем вот так вот мою ласточку нашу ласточку скажем так он сидит мой оператор наслаждается мороженым первое мороженое в этом сезоне ребята у нас на улице прям такая жарень ну прям все но уже можно сказать да к нам пришла весна классная весна и уже можно сказать почти что это уже летом короче что и мы имеем что мы купили купили мы ребята вот такую вот d2 audi a8 2001 года выпуска поскольку я знаю я у нее или четвертые руки или третьи руки вот здесь вот как бы как-то такой вот спорный вопрос что я не смог пока выяснить мне кажется я это еще узнаю вот она у нас в длинном кузове так как поскольку я знаю в канаду они поставлялись только длинный кузов у них расстояние колес база рама короче длинче если я не ошибаюсь вроде бы 10 сантиметров поправляйте ребята меня если я что-то не прав так давайте обойдем по состоянию машина вот она выглядит так на данный момент я и что только вот сейчас помыл и ничего еще не делал будем буду вам показывать недостатки давайте начнем наверное просто вот так вот задней части машины как вы видите вот здесь у меня слегка порватый вот так вот немножко бампер не знаю что с ним произошло так это тут а вода здесь у меня немножечко вот такая царапина отошла немножко краска смотрите видите я думаю вам это будет видно немножечко послезала краска что меня меня очень не устраивает по царапинам это все ерунда если буду делать бампер я это также сама сделаю вот здесь вот есть немножко царапинки как вы видите постараюсь вам все показать чтобы у вас было понимание какую машину я купил и за какие деньги это вот по заднему бамперу это что такое это тоже такие то она это не глубокие царапинки просто чё-то шоркнуло вот по этой стороне машины она очень даже с этой стороны выглядит неплохо у меня вот здесь есть немного вот такая вот вмятина по багажнику сзади крышка багажника вот здесь а вот 33 в ямке такие раз два и три почему они был у нее град на нее был град попал и немножко ее побил по крыше давайте крышу будем вместе сзади так идти вот здесь у меня маленькая вмятинка и вон с той стороны вроде бы две три есть вот и по этой стороне она в принципе очень даже неплохо смотрится скажем так по вот этим вот по этому пластмассу вот с этой стороны немножко он у меня отходит это вот такая вот болезнь мне кажется она с годами вот так вот становится не знаю почему буду изучать как это все устранить и сделать опять красиво а так вот в принципе вот с этой стороны вот так вот она выглядит я бы сказал очень даже круто вот с этой стороны она мне вот прям вот очень нравится по переднему бамперу такая же самая петрушка он весь отбитый видите сколы какие не знаю будет на камеру видно или нет я думаю что да это канадские дороги дают о себе знать все это весь бампер отбитый до меня спрашивали почему спереди нету номера спереди в провинции альберты номер не нужен и здесь вот так вот можно ездить не можно по-другому никак спереди бампера нету номера что я при покупке даже не заметил увидел потом у меня вот здесь вот тоже лопнуто я не знаю видно вам будет или нет вот здесь вот черная обшивка она тоже лопнутая в идеале это я бы хотел бы заменить бампер по-любому будут передний задний красить по капоту ребята вот видите с этой стороны тоже вот так вот выглядит бампер вы знаете не так это же уже и страшно но это есть и это неприятно и я бы хотел бы все это дело устранить по капоту ребята не знаю насколько вам будет видно но капот у меня довольно довольно побитый тоже град он прямо у меня я даже не смогу посчитать сколько я не знаю будет вам это видно или нет но на нем прям очень много вот всяких вот таких вот отграда блин не знаю видно нет отграда вот такой вот в ямке так по моей стороне по водительской стороне автомобиль в принципе тоже очень даже и неплохой я бы сказал бы вот эта вот часть нормально все выглядит единственное вот видите вот здесь тоже камешками отбитая краска вот летела она камешки летели и отбитых и я не понимаю почему у меня вот с этой стороны дверь немножко вот вот видите прям вот зазор и не знаю я почему надо как-то настраивать или что без понятия ребята пожалуйста пишите в комментариях знатоки знатоки и умники как говорится знаете диваны аналитики тоже их присутствует очень много но я бы был бы прям вот видите как вот она видно я был бы очень рад если бы кто-то смог бы со мной поделиться информацией и помочь мне это также самоустранить вот вот так все это дело выглядит ребята по дискам хочу сказать чтобы понимали это диски моей мечты вообще тачка это просто огонь это просто уже давным-давно многие годы это была моя мечта купить такую машину себе и это у меня получилось сделать в канаде за полтора года проживания в канаде чтобы не сбрехать может быть это пятая машина которая стояла на рынке на продажу в более нормальной скажем так за более нормальные деньги потому что сейчас стоят две на рынке у них по 300 тысяч пробега одну за продают за одиннадцать пятьсот другую за девять пятьсот но это просто нереально это это но люди понимают почему продают за такие деньги потому что их нету ребята их нету так что будем переходить в салон но в салоне конечно это шедевр на те времена лучшие машины просто немцы не могли придумать это все еще моя это что ты на что такое это это просто это 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 красота знаете даже вот дверьные панели вот мне вот просто вот вот этот материал что вот она здесь даже вот этим замшем до сделано я не заправили называют у тряпку или нет все это обшито здесь знаете все вот так вот но это просто фантастика ребята но это это просто капец задние пороги ребята прям как завода здесь практически нету никаких царапин все прям в идеале задние сиденья у меня не двигается но они надуваются и что-то там подголовники что-то кого-то должны подниматься потому что длинная версия машины и такие удобства были на те времена даже присутствуют шторки на те годы вот это вот это просто это блин я даже не могу это спустить потому что это надо чтобы было так потому что это 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 фантастика так задняя дверь с этой стороны обойдем с этой стороны также сама вам хочу показать абсолютно все так как я думаю я знаю что у меня есть тоже фанаты audi на канале зрители мои им будет интересно ну конечно же ну блин но вы посмотрите какая красота здесь даже даже вот эти вот колонки решетка ничего не поцарапано все четко все идеально слегка поцарапанные вот эти ручки но это болезнь вак она здесь так сделана такой вот покрытием что ну девочки с длинными ногтями шлёп и поцарапаны вот задняя часть с этой стороны о валют ну ты чё даже не вытру здесь грязь ё-моё как тебе не стыдно стыдно да здесь по пластмассу все четко все в идеале выглядит все очень круто все очень чисто и я говорю взади она практически не тронутая вы посмотрите какая красота даже здесь конечно здесь должна быть аптечка быть даже вот здесь внутри вот это вот все сделано вот такими вот материалами фантастика так сзади предыдущий хозяин поставил колонки какие jbl блин лучше бы он их не ставила было бы все в оригинале было бы круто но музыка хорошая ребята и я бы даже сказал очень даже ну да неплохая взади есть шторка электрическая на те года это просто фантастика ё-моё я конечно же как купил машину сразу все это дело поднял отпустил подлокотник ну чтоб все выглядело как будто здесь ездит какой-то директор но вы знаете я даже сзади не хочу ездить потому что хочу быть только за рулем вот так вот она у меня выглядит ребята так пассажирский отдел тряпки валёк почему не убрал тряпки для съемки ну просто некрасиво надо убрать закинем зад так что я заметил вот здесь вот смотрите вот сейчас заметил вот здесь как будто вот это вот хромовая отделка как будто она вот слегка помятая вот только вот сейчас заметил когда подходил с этого вот ракурса посмотрел вот пассажирское сидение спереди у меня слегка порватая вот видите дырочка в коже я предполагаю что это прожглось подогрев сиденья потому что греет я тебе дам по порогам кто же в принципе все аккуратненько все четко более-менее здесь тоже все хорошо вот здесь почему-то вот немножко обдёрто видите вот это вот вот здесь вот немножечко обдёрто не знаю чем как какими кирзовыми сапогами это здесь сделали я не понимаю так мусор надо сразу поднимать вот здесь вот слегка обдёртое здесь вот немножко зашоркано но я предполагаю ремень вот это вот все и она вот немножко все потерлась так по коже вот переднее сидение как я вам сказал вот слегка вот так вот затёртое но нигде больше не порвата единственное вот это вот маленькая дырочка если я не ошибаюсь у них было три вида сидений вот эти потом такие вот знаете вот с такими вот прошитыми линиями и стояли еще спортивные рикару которые если бы стояли бы здесь это был бы просто джекпот но к сожалению я по канаде еще на таких машинах таких сидений не видел рикару спортивные сидения но вот эти уже тоже классные очень мягкие так по передней панели здесь на дверях тоже все вот вроде бы очень даже хорошо в принципе очень неплохо здесь поцарапанная ручка я бы хотел бы все вот эти вот бы детали тоже заменить очень хотел бы вообще по плану ребята у меня ну немножко в инвестировать в эту тачку продавать я ее уже ни в коем случае не буду колеса вот это колесо слегка поцарапанная не глубоко слегка зашоркано я думаю это все дело можно восстановить аж на ура так а вот забыл ребята вам показать вот это я очень вот этим стал когда смотрел машину меня это прям капец как напрягало но я все-таки думаю е-мое из-за этого не брать эту ласточку но это будет просто это будет просто неправильно так что я ее купил и я не знаю я разговаривал с моим другом он говорит возможно если менять стекло то вот это тоже поможем менять сразу не знаю будем узнавать пока стекло еще целое буду ездить с этим но если где-то смогу уже это приобрести купить то надо покупать потому что эти вещи становятся все реже и реже на рынке также самое с этой стороны видите она камнями отбито не знаю будет вам видно я думаю что конечно будет видно ребята машина 2001 года если я не сказал то вот сейчас говорю посмотрите как она на этих дисках смотрится но я честно налюбоваться не могу блин капец так ну и чё ну и теперь будем переходить уже к моему сиденью так же самое здесь все чики-пики все ништяк все чистенько все нормально не шкура кожа рожа ничего не порвата зашорка на конечно же вот это вот здесь тоже видите вот ногтями я не знаю как как это можно было вот так сделать вот так мусор мое пассажирское сиденье нет водительское сиденье все болтаю она практически в идеальном состоянии просто она просто крутое она просто классно не знаю какой жопой там сидели чтобы так ее нагревать чтобы так прожить сиденья не понимаю я просто в шоке если честно по давайте я все подряд что вижу то и болтаю по тэпикам ребят у нее еще лежат оригинальные тэпик и представляете чё и вы посмотрите какой тэпик здесь вы знали что это так я нет ты поднимаешь вот этот тэпик и здесь уже воздушный канал и все это проходит все чистить просто идеально и круто вообще мне это очень понравилось что это так фантастика знаю что в германии когда выпускали эту модель здесь еще лежала была такая полочка не знаю почему но здесь этого нету здесь как будто заглушка такая или что не знаю мне кажется я бы даже и посажу здесь полочка была на типа олдскул знаете так сиденье сказал кожа ништяк здесь вот пластмасс слегка тоже покоцанный он знаете просто затертый может быть это грязь или еще что не знаю буду чистить еще машину капитально у меня в планах вообще достать весь ковролин димон привет этот имени просто советуешь и говоришь по-другому не почистишь абсолютно с тобой согласен видите вот я пылесосил но здесь везде все еще грязь его надо доставать и транс боем мыть пеной чтобы добиться нормального варианта результата ру рулевая колонка ребята электрическая передние два сиденья под memory спереди оба как я сказал темпомат конечно же присутствует посмотрите какая радость какая прелесть вот это вот вот это билиберда вообще сюда не в тему вы знаете мне вообще нравится оригинальный настоящий мониторчик магнитофончик сюда его вставить прелесть что у меня здесь какие неполадки у меня по неполадкам сгорел вот этот монитор он не сгорел его он не так сильно освечивается и я его вижу только ночью он светится днем но там подсветка или что перегорела не знаю что еще ребята вы посмотрите на эту торпеду офигеть не встать а согласитесь кнопочки немножечко потертый прошла она у меня ребята 183 тысячи я надеюсь что это правда в канаде есть такая фишка заходишь на карфакс и проверяешь там все данные машины все что ей делали не делали и так далее и тому подобное я этого еще не делал не проверял не знаю но по данным она прошла 183 тысячи надеюсь если скручена то не так чтобы много было скручено но по состоянию она на самом деле неплохая и я думаю что это соответствует пробегу по ее состоянию вот вы знаете тоже честно скажу вот эти вот подлокотники я помню в те года они были такие массивными казались они такие крутые такие классные посмотрите немцы но могут же если мог хотят а у меня 2007 было даже вот такие мелочи ребята но кто ездить на таких машинах кому такие тачки нравится они на это все обращают внимание у меня было 2006 года audi a64 f самая одна тоже из крутых машин audi но вот эти кнопочки уже простой пластмасс здесь алюминий ё-моё лялька просто лялька щи бедах у меня есть да как на русском щи бедах ё-моё забыл люк ё-моё люк даже есть но он не золяр просто есть простое стекло вот здесь у меня немножко поцарапано видите вот здесь вот слегка пошоркано вот вот за это по рукам надавать в машине двойные стекла как узнать вот по этим кнопкам вот как я не знаю для чего не но если вы видите на такой машине вот эти вот при покупке знаете у нее значит двойное стекло стекло толстое шумоизоляция намного лучше в багажнике что у нас багажнике несмотря вот на эти косяки по багажнику фонари ребята все целые нигде ничего не лопнуто оп стоп сбрехал вот смотрите лопнутый фонарь вот обзорщик а хотел вот так надурить людей зрителей этот целый так этот целый это тоже целая по багажнику ляпота чистота порядок ничего лишнего все чики-пики там чё такое грязь надо валёк вытрать резинка вот эта резинка немножко вот здесь вот пошоркано и вы видите вот здесь даже она оба ля здесь она даже немножко порватая но ничего было бы круто если бы ее тоже смогли заменить вот так я вроде бы вам все уже показал сейчас еще хочу открыть капот и показать мотор сынок иди сюда тяни вот эту кнопку здесь так у меня капот надо здесь держать рычаг когда тянешь рычаг покуп потом я могу открыть уже капот цепляется вот это вот не знаю почему чтобы открыть капот надо там рычаг тянуть и потом здесь вытягивать одновременно одному не открыть надо вдвоем по мотору ребята вроде бы нормально все единственное когда бывает заводишь машину и тут вот здесь как ребята я не механик вот здесь идет цепь и тут он масляный клапан падает давление машину заводишь он так знаете на 2 секунды так начинает стучать не всегда я залил кое-какие приставки вот эти вот всякие которые мне посоветовали уже поменял масло масло купил хорошая нормально то что мне сказали брать то я и взял вот я залил эту присадку можно так сказать и этого шума практически больше не стало вот так выглядит мотор вроде бы очень даже в неплохом состоянии снизу она у меня капает и нету до днище защиты не знаю почему или его где-то оборвали или чё это мне надо было бы заказать это мне надо заказать и сделать а так да прокладка текет надо менять не сильно протекает но есть ну и вот в общем вот такой автомобиль ребята мы взяли будем им наслаждаться будем делать кому интересно был такой обзор ребята ставьте лайки делитесь этим видосом все любители audi надеюсь я вам показал хороший экземпляр хорошую машину ребята вот такой вот видео обзор моей машины показал ее в каком состоянии я ее купил показал все косяки вроде бы ничего я не пропустил вроде бы показал вам все надеюсь вам понравилось видео надеюсь есть между зрителями те которым нравится именно вот этот кузов вот этой машины вот буду вести видео как бы дневник по этой машине возможно будет отдельный канал буду показывать все работы то что мы будем делать и так же само будет на основном моем канале такие видео влоги если будем чем-то заниматься также сама буду ввести и показывать все это дело для вас вот ребята ставьте лайки делитесь этим видео надеюсь как бы есть фанаты этого кузова вот если будут какие то вопросы я наверно буду тоже это озвучивать моих видосах а если есть у вас какие то вопросы по этой машине пишите будем делиться информацией будем ее вместе изучать и для меня это прям знаете как бы осуществил опять одну какую-то мечту нам нужна была вторая машина вот долго искал на рынке смотрел что купить забыл вам сказать ребята купил я ее за четыре с половиной тысячи долларов и за эти деньги купить какую-то машину ну практически здесь нереально если ты возьмешь это будет прям ну хлам вот audi мне всегда нравилось и пришел к тому выводу что надо ее брать все ребят спасибо за внимание до следующего видоса ребят всем пока